В последний зимний месяц отопительного сезона население потребило порядка 148 тысяч гикокалорий тепловой энергии. Это почти порядка на 20% выше, чем в январе месяце. Тарифы на тепловую энергию с начала отопительного сезона не менялись и не поднимались. Главный фактор увеличения сумм в февральских платежках относительно января и декабря, и также и ноября, это увеличение потребления тепловой энергии со стороны жилого фонда. Причина увеличения тепловой энергии – это стабильно низкая температура наружного воздуха в феврале месяце. Большинство многоквартирных домов приборено общедомовыми коллективными приборами учета. То есть в городе у нас всего 1400 дома, порядка 700 домов приборено и 200 домов получают начисление по нормативу. Никаких завышений цен нету, тарифы все те же, нормативы те же, но фактически показания приборов учета в каждом месяце разные. Вот смотрите, если в некоторых домах, где есть приборы учета, там в принципе можно как-то вычислить, а там, где нет приборов учета… По нормативу идет начисление. По нормативу как было, так и есть. То есть норматив… Ну почему? Дело здесь совсем не в этом. Да, вот все говорят, дело в том, что есть закон, закон об энергосбережении. Все жители должны платить по факту потребления, да, что такое по факту, сколько потребил, столько и выставлено. Пожалуйста, прибор – это общедомовое имущество, поэтому жители, если им достаточно было, как говорится, жарко, они, значит, должны вместе с управляющей компанией регулировать теплоупотребление, уменьшать. Ну все мы жители разные, кому-то 25 холодно, а кому-то 20 жарко, поэтому я думаю, что в связи с этим сколько жителей, столько и мнений. У меня такой вопрос, я уже начинала, говорит, что многие жаловались, что в феврале многие люди сидят просто с открытым хорточком, то есть вы видели, что идет перетоп жилого города? Хочу сказать, что перетопа не было, все отпускалось в соответствии с температурным графиком от источника, то есть от ТС-4. Сейчас на концах центральной магистрали не испытываются проблемы, то есть, ну, допустим, с подачей пониженной тепломосительной концы. Ну, с управляющими организациями мы постоянно контактируем в плане регулировки. Все жалобы первоначально, естественно, жильца направляет в управляющую организацию, но они уже потом с нами контактируют. То есть, как бы, стараемся с управляющими организациями работать в том ключе, чтобы всем домам хватало ровно, одинаково. У нас были такие случаи, когда ближайшие лежащие дома к ЦТП, допустим, им очень жарко, да, вот, как вы говорите, открывали форточки, а концевые дома мезли. Ну, собиралась совместная комиссия, представительница администрации, управляющая организация. Мы, энергоинспекция, и ходили, регулировали, объясняли и старшим по домам, и управляющей организации, как нужно подрегулировать, чтобы всем хватало. Ну, в последнее время уже, как бы, таких уже нету вопросов сильных, не возникало, что кому-то что-то не хватает. Ну, то есть, я к чему логику веду, о том, что для того, чтобы подать нормативный предполноситель на концы, вам приходится, например, на подачу увеличивать его температуру? Нет, 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 нет. Здесь все идет о распределении теплоносителя после ЦТП, потому что большинство домов города Балакова запитано от центральных тепловых пунктов. Правильно в ваших руководствах прислужда сейчас заметила ситуация, что такие вопросы идут в течение, там, 10 лет, да, прошедших о том, что у людей всегда управлялись, возникает вопрос по увеличению платежки. Но здесь, наверное, какой-то момент произошел, что энергоносительный тариф настолько подорожал, что сейчас, грубо говоря, платежка в районе 6 тысяч рублей за отопление, а это равна съемку квартиры. То есть проще свою квартиру бросить, например, и снимать чужую квартиру, или выписные получения, например, в торговом центре даже 15 рублей на день. Ну, то есть это уже значимая сумма при средней заработной плате, как оказывающего было, на планете администрации 27 тысяч рублей, которые, в кавычках, 6 тысяч из них отдать за отопление, но это неприподъемное же деньги. То есть я так понимаю, что это дальше будет только увеличиваться, средний зарплат у нас нарастет, и у людей, естественно, не приходит эту проблему. Вы сами вот как жители не испытываете, вы, я понимаю, что у кого-то там отделов и так далее, вот такой проблемы. То есть вашей зарплаты достаточной для того, чтобы покрывать платежные платежи за коммунал. Ну, я такой же, как и все жители города Балаково, также плачу за коммунальные услуги. Ну, опять же, каждый человек, да, он сам распределяет свой доход семьи, кто-то куда-то больше направляет, да, кто-то, допустим, обращает внимание на коммунальные услуги, кто-то, допустим, тратит там, ну, вещи, да, к примеру, там, ну, или там, еду. Как бы, ну, надо как-то измерять, каждый смотрит свой бюджет. Вот. Я также смотрю, если расчетки гляжу, цифры большие, у нас дом тоже, у нас прибор учета, как бы тоже сумма получалась приличная, не знаю, тепло. Ну, куда деваться, дом потребил, это же, ну, как бы не избежать. Хочу, да, еще раз в заключение сказать, что ни один многоквартирный дом не получает начисление за отопление больше, нежели чем фиксирует общедомовой прибор учета, то есть все по факту потребления.